Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня понедельник, шестой недели Великого Поста. Седмицы Ваи. 3 апреля по новому стилю или 21 марта по старому. Литургия не совершается. И сегодня память. Святителя Кирилла, епископа Катанского, Сицилийского, I-II веков. Святителя Фомы, Константинопольского, патриарха VI, начала VII веков. Преподобного Иакова, епископа Катанского, Сицилийского, VIII-IX веков. Священно-мученика Владимира Введенского, пресвитера, пострадавшего в 1931 году. И преподобного Серафима Вырецкого, подвижника, представившегося в 1949 году. Именинников мы поздравляем с Днём Ангела. Братья и сёстры, сегодня мы вспоминаем жизненный путь священно-мученика Владимира Введенского. Он родился в 1869 году в городе Шуе Владимирской губернии в семье псаломщика Фёдора Введенского. В 1889 году Владимир окончил духовную семинарию и женился на девице Софии. Впоследствии у них с женой родилось четверо детей. 10 марта 1891 года Владимир Фёдорович был рукоположен во священника к Рождественской церкви в селе Лежнего Ковровского уезда Владимирской губернии, в которой он и прослужил всю жизнь. С 1920 года он был в ней настоятелем. В первый раз отец Владимир был арестован в 1922 году по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей, но вскоре освобождён. В начале 1930 года власти приняли решение о закрытии Рождественской церкви, но поскольку ни прихожане, ни священники не собирались добровольно отказываться от богослужений, то закрыть храм можно было лишь арестовав священников. И 4 февраля 1930 года были допрошены лжесвидетели, которые показали. Владимир Введенский через церковь и молебны по домам разносит антисоветскую заразу, свои религиозные суждения ведёт агитацию против колхозов, налогов и других мероприятий советской власти. Сам Вона произносит проповеди почти после каждого богослужения, и главным образом у священников происходит собрание верующих по своему плану, где они дают инструкции сей черни. А также священник Владимир Фёдорович Введенский очень осторожен и своих взглядов на советскую власть прямо не высказывает. Бывая с требами по домам, иногда говорит, что вот жмут православную веру, этого допускать не нужно. И ещё. Вокруг церкви посёлка Лежнево группируются антисоветские элементы из бывших торговцев во главе со священником Владимиром Введенским, который до сих пор читает проповеди по существу антисоветские. В тот же день отец Владимир был арестован, всё его имущество было описано, и жене было запрещено продавать или передавать его кому-либо. 5 февраля 1930 года власти допросили священника. Отвечая на вопросы следователя, отец Владимир сказал, Следователь спросил, как отец Владимир относится к обновлению. Так как ОГПУ поддерживало обновленцев, то и следователь интересовал отношение к ним священника. Отец Владимир ответил, В период обсуждения вопроса о переходе в обновленческую ориентацию, когда особо в этом инициативу проявляли члены причта Смирнов и Цветков, я лично и остальной церковной причт были не согласны с этим, как, например, в части хотя бы того, что мы, церковные служители, при этом должны были выполнять только исключительно свои обязанности, как бы технически. После этого строй церковной службы остался прежний. 6 февраля 1930 года власти перевели отца Владимира в шуйскую тюрьму. Вместе с ним был арестован причт храма, члены церковного совета и монахини, несшие в храме послушание алтарниц и псаломщиц. 11 февраля следствие было закончено. В обвинительном заключении следователь написал, что антисоветская группа в Лежневе вела антисоветскую агитацию и пропаганду, направленную к срыву проводимых мероприятий и возбуждению крестьян и рабочих Лежневского района против советской власти. Группа спаяна на почве единства религиозных воззрений и общности политических интересов, встречаясь в церкви после молений под видом решения церковных дел разрешали вопросы антисоветского характера. 15 февраля тройка ОГПУ приговорила отца Владимира к трем годам заключения в концлагеря. 30 марта священник прибыл в Соловецкий лагерь особого назначения. Здесь он работал дневальным, сушильщиком белья, сборщиком утиль сырья. Начальник командировки писал в характеристике на него, трудолюбивый и исполнительный работник, несмотря на свой преклонный возраст. Дисциплинирован и вежлив. Взысканием и вообще замечанием не подвергался. В культурной работе не участвует, как служитель культа. 5 марта 1931 года администрации Соловецкого концлагеря была составлена характеристика на отца Владимира, в которой о нем говорилось как об антисоветски настроенном человеке. 13 марта при амбулаторном обследовании священнику был поставлен диагноз миокардит, атеросклероз, истощение и старческая слабость. В это время он находился в четвертом лагере на острове Анзер, на командировке Голгофа. 26 марта в связи с ухудшением состояния здоровья священник был помещен в стационар, располагавшийся в Голгофо-Распятском скиту. Священник Владимир Веденский скончался 3 апреля 1931 года в половине восьмого вечера и 5 апреля был погребен на кладбище у Воскресенской церкви на острове Анзер. Оставшаяся дома жена священника Софья Николаевна, дочери Мария Анна Вера и сын Василий, как лишенные всех гражданских прав, были лишены и средств к существованию. Святый Священномучениче Владимире, моли Бога о нас! До новых встреч, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова